Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Валерий Сидов и сегодня я в гостях в Управлении Госавтоинспекции по Рязанской области. Сегодня мы поговорим с инспектором отделения безопасности дорожного движения Валентином Ройсиным, а поговорим мы о новой передаче под названием «Жизнь и дорога». Расскажем, как родилась идея такой передачи, какое влияние они планируют оказать на участников дорожного движения и чего ожидать от самой передачи. Здравствуйте! Здравствуйте, Валерий! Здравствуйте, дорогие участники дорожного движения! Передача называется «Жизнь и дорога». Почему такое название выбрали? Ну, наверное, это один из самых главных вопросов, ведь, как известно, как корабль назовешь, так он и поплывет. И, конечно, такое название было выбрано не случайно. Вот названием «Жизнь и дорога» мы хотим подчеркнуть идею о том, что безопасность дорожного движения является важным аспектом повседневной жизни. Вот. И соблюдая правила дорожного движения, как бы мы все будем оставаться в большей безопасности. И также мы хотели бы отразить идею о том, что соблюдать правила дорожного движения и вести себя на дороге безопасно должны не только водители транспортных средств, но и другие полноправные участники дорожного движения. Это пешеходы и пассажиры. Не могу не спросить, какие темы будут затронуты в передаче? Ну, мы затронем ряд различных тем. Все они будут из сферы безопасности дорожного движения. Эта сфера очень широка. И здесь мы расскажем и об аварийности на территории нашего региона, и о том, какую работу проводим мы, сотрудники госавтоинспекции, для обеспечения безопасности дорожного движения. Конечно, мы расскажем и о ярких примерах безответственного поведения на дорогах. Ну и напомним и расскажем о изменениях в законодательстве, которые произошли недавно. Что послужило источником вдохновения для такой передачи, для такой всеобъемлющей? Ну, вдохновением, конечно, для этой передачи у нас стало наше стремление обеспечить безопасность на дорогах. Нельзя, конечно, равнодушно относиться к проблеме аварийности на территории нашего региона и всей страны. Ведь мы, как сотрудники госавтоинспекции, каждый день сталкиваемся с именно вот этой проблематикой. Мы видим эти дорожно-транспортные происшествия, видим, как они влияют на судьбы людей и даже целых семей. И, конечно, наша главная задача – предотвратить аварийность и сделать так, чтобы все могли себя чувствовать в безопасности. Мы рассказали об общей концепции, но что зрители увидят в каждой серии и как будет оформлена передача? Ну, передача будет иметь регулярный формат. Она будет выходить несколько раз в месяц, и в ней мы будем рассказывать о том, о самом актуальном, можно сказать, о том, что произошло, например, за неделю на территории региона, какие были ДТП, какие рейдовые и комплексные мероприятия провели сотрудники госавтоинспекции. И на этом мы такую важную часть нашей работы сосредоточим, потому что вот что касается работы сотрудников ГИБДД. Она, как многим кажется, может быть, представляет из себя именно привлечение к ответственности недобросовестных водителей, пешеходов. Но нет, на самом деле это не только такая работа. Мы проводим большую работу еще и по обучению юных участников ДТП. Мы посещаем образовательные организации, школы, детские сады, техникумы, вузы. Это тоже составляет большую часть нашей работы, и она очень важна. Поэтому мы расскажем и об изменении в законодательстве, и о работе с непосредственно участниками ДТП от юных до взрослых. И, соответственно, конечно, затронем и тему последствий безответственного поведения на дорогах. Мы говорим все вот общими концепциями, а если говорить точечно по темам, какие все-таки прям непосредственно темы могут увидеть наши зрители? Темы, конечно, здесь стоит сказать, что мы будем выбирать самые подходящие для определенных периодов и обстоятельств темы. Вот, например, сейчас у нас наступает теплое время года, приближается лето, и сейчас мы видим, что на дороге стали выезжать чаще мотоциклисты. Вот снова у нас появились на тротуарах средства индивидуальной мобильности, которые арендуются и юными, и взрослыми участниками дорожного движения. Соответственно, вот конкретно на эти темы мы будем говорить безопасность при обеспечении управления мототранспортом, безопасность при движении на средствах индивидуальной мобильности. Конечно, у нас всегда есть стандартные темы, как бы стандартные тенденции, можно так сказать, причин ДТП. Вот это такие, как, например, при движении по автомобильным дорогам, это выезд на встречную полосу движения, превышение установленной скорости движения. Ведь эти две статьи нарушений, они нам дают довольно значительный прирост по аварийности и в том числе по погибшим в дорожных транспортных происшествиях. Также нельзя не затронуть такие темы, как управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Это как бы одно из, точнее, можно даже сказать, грубейшее нарушение правил дорожного движения, которое каждый год, к сожалению, приносит нам достаточно много погибших. Как планируется затронуть наибольший пласт зрителей, помимо тех, кто водитель с многолетним стажем, для которых безопасность на дорогах это само собой разумеющееся? Как увеличить охват аудитории планируете? Ну, конечно, мы сотрудничаем в рамках создания и распространения этой передачи с вами, с телеканалом «Город». На нем будет выпускаться. Также мы будем публиковать эту передачу на нашем официальном сайте, в наших социальных сетях. Ну и, конечно, мы хотим заручиться поддержкой общественности и других средств массовой информации. Ведь, конечно, через них идет очень большое распространение профилактики. Вот, поэтому мы будем привлекать максимум общественности, людей и других заинтересованных лиц, чтобы эта программа распространялась. Если остановиться поподробнее, как вы считаете, вот СМИ непосредственно какую роль играют в пропаганде безопасности дорожного движения? Ну, СМИ, вот тут честно сказать, играют, наверное, одну из самых значительных ролей в пропаганде безопасности дорожного движения. Потому что, ну, все мы так или иначе читаем, слушаем и смотрим средства массовой информации. Когда мы едем на работу, мне кажется, большинство слушает радио. Приходя с работы домой, мы смотрим телевизор и листаем ленты сетевых изданий, информационных агентств. Вот. Вот через все эти каналы очень много информации распространяется. И мы, конечно, хотим, чтобы и средства массовой информации, вот как бы увидели нашу идею о создании такой телепрограммы и, конечно, помогли нам ее распространить. И цель здесь не какая-то, например, там, коммерческая и для извлечения чьей-то выгоды, а цель здесь одна – приложить больше усилий к обеспечению безопасности всех участников дорожного движения. Тогда такой вопрос. А как оценить успех передачи? Это конкретные цифры в статистике или как-то еще? Ну, мы будем оценивать ее по разным факторам. Конечно, самый главный наш критерий – это то, чтобы снижалась аварийность на территории региона. Если мы будем видеть по конкретным примерам, по конкретным показателям то, что у нас уменьшилось количество дорожных транспортных происшествий, значит, в том числе и меры по созданию этой программы принесли свои плоды. Ну, также мы, конечно, и будем более стандартными способами оценивать. Конечно, мы будем смотреть, какие средства массовой информации взяли эту телепередачу к показу, сколько человек посмотрели, какие сообщества социальных сетей также ее помогают нам распространять. Вот на основе всего этого и будем ориентироваться. Разговаривая про основные темы, мы как раз-таки упоминали их как темы, то есть, там, случай аварийности и так далее. Но планируется ли выступление гостей или известных личностей в рамках этой программы? Да, однозначно. Мы будем приглашать гостей и деятелей из органов власти или, например, из общественников к участию в данной передаче. Будем проводить с ними интервью или они просто нам расскажут о своей работе и своей деятельности. Да, конечно, мы однозначно будем с ним проводить интервью. И вот одно из первых наших лиц, которое будет приглашено к участию в данной передаче, это начальник управления госавтоинспекции Рязанской области Сергей Анатольевич Романов. Он расскажет нам о деятельности и о том, каких успехов мы добились в деле обеспечения безопасности дорожного движения. Ну, рассказывая о деятельности, нельзя и не затронуть основные проблемы, которые стоят перед пропагандой безопасности дорожного движения. Какие они? Проблемы, конечно, бывают различные. Разные факторы влияют негативно на безопасность дорожного движения. Но, я думаю, один из самых основных, значительных факторов это проблема безответственного поведения на дорогах самих участников дорожного движения. Ведь на самом деле в каждом дорожно-транспортном происшествии, которое происходит у нас на дорогах, мы усматриваем вину того или иного участника дорожного движения. Это может быть и превышение установленной скорости движения, несоблюдение безопасной дистанции, несоблюдение очередности проезда. Вот каждая из этих причин, она так или иначе приводит к аварийности на наших дорогах. Ну, также, конечно, перед безопасностью дорожного движения стоят и другие проблемы. И, конечно, нельзя не сказать, что зачастую собственники автомобильных дорог, они не всегда в достаточной степени ответственно относятся к обеспечению безопасности при эксплуатации, ремонте автомобильных дорог. Поэтому и эту тему тоже нельзя не отметить. Ну, рассказывая о проблемах, мы немало шансов напугать тех, кто только-только садится за руль. Какой совет мы можем дать новым участникам дорожного движения? Да, ну, для кандидатов-водителей, которые сейчас обучаются в автошколах, здесь, наверное, стоит выделить несколько советов. Ну, и, наверное, главное из них – это подходите в полной мере, качественно и ответственно к самому процессу обучения. Изучайте не только практику управления автомобилем, саму механику его управления, но и в должной степени относитесь к теории. И мало того, что изучите и теорию, и практику, самый важный момент – это то, как их совмещать. Потому что, да, бывают и такие случаи, что вызубрят отлично все вопросы, отлично знают все знаки, но когда оказываются в условиях реальной обстановки, они становятся просто не готовы применить свои знания на практике. Поэтому именно хотелось бы посоветовать кандидатам-водителям применять свои знания на практике, более уверенно. Ну, и самый главный вопрос. Как вы считаете, какое знание зрители вынесут из передачи «Жизнь и дорога» и как оно изменит взгляд на безопасность дорожного движения? Я думаю, мои коллеги надеются, что эта передача «Жизнь и дорога», она благотворно повлияет на безопасность дорожного движения в Рязанской области, что зрителям будет в первую очередь интересно и полезно смотреть эту передачу. А если им будет интересно и полезно, они, конечно, вынесут для себя многие моменты, о которых мы будем вести речь. А, соответственно, это уже приведет к тому, что водители, пешеходы и пассажиры будут более ответственными на дорогах. И они, так сказать, будут более сознательно вести процесс передвижения по дорогам нашего региона, соответственно, и с ними снизится аварийность. А уж до распространения этой передачи мы приложим все усилия, чтобы максимально охватить аудиторию Рязанской области. Валентин, спасибо вам большое за беседу. Я думаю, мы оставили немало интриги для наших зрителей. И уже второй выпуск передачи «Жизнь и дорога» будет совсем скоро. Так что оставайтесь с нами.